Майки качаются в своей плоскости, а земля системы не инерциальная, она поворачивается вокруг своей оси. Так, ну давайте, минутку подождем, вот нужно видеть вот эту вот пирамидку, сейчас он ее сначала зацепит, и первый опыт, это в 851 году, по-моему, Фуко, ну вот видите. Хорошо. Отлично. Итак, здесь вращается, Олег Сергеевич его будет переводить в неинерциальную систему координат, тоже вращается еще вокруг вот этой вот оси. Значит, вращение вокруг этой оси, это движение в неинерциальной системе координат, вот диск будет двигаться вот в этой, в неинерциальной системе координат. Так, видите, плоскость меняет свое направление. Вот, видите, очень хорошо видно, как края загибаются. Значит, это диск, на диске три маятника подвешаны в разных местах. В превращении диска на эти маятники будет действовать центробежная сила инерции. Ну, еще свечка, свечка, посмотрим на пламя, будет действовать центробежная сила инерции, или не будет. Куда пламя свечи отклоняется, видите, да? Так, а сейчас видно, куда пламя свечи отклоняется, а? Куда? К центру, да. К центру. Пламя свечи отклоняется центру, а шарики от центра. А вот теперь шарики. Видите, шарики по-разному у тебя вернутся, а свечка влезет. Так, давайте я сегодня объясняли не буду, почему свечка центра отклоняется, да? Вы подумайте, в следующий раз мне сами скажете, ну, а если понадобится, я, конечно, скажу. Так, еще один опыт остался у нас, очень интересный. Интересный опыт. Давайте я отойду в безопасное место. Не получилось, ну, не то, что не получилось, получилось все как надо. Не так зрелищно, что хотелось. Мне хотелось, чтобы она прыгнула с этого трамплина. Все должно получиться. Так, разгоняем. Спасибо.